Привет! С вами канал Фактория! Очередной автомобилист-везунчик! Почему вообще на парковочном месте находится этот торчащий штырь, который представляет угрозу колесам любого автомобиля? Россиянин Александр Гончаров, приехавший в Париж, оказался в эпицентре акции протеста в то время, когда полиция начала применять травматическое оружие для разгона толпы. От попадания пули Александра спасла пряжка ремня, который был куплен все в той же столице Франции десятью годами ранее. Глядя на это фото, хочется узнать его предысторию. Несмотря на неприятную ситуацию, владельцу авто все же повезло, что его транспорт не упал в воду. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Еще один случайно опрокинутый аквариум. Для спасения которого хватило обыкновенной стены. Но если бы комод стоял несколькими сантиметрами дальше, исход мог быть совершенно другой. В то время, когда остальные уворачивались от бейсбольной биты, вылетевшей из рук игрока, этот парень смог ее буквально поймать одной рукой, стараясь не пролить напиток, который держит второй. Вот что значит глаз-алмаз. А у вас были случаи искусной парковки, где все решали какие-то сантиметры. Владельцу автомобиля сильно повезло, что во время обрушения дороги он находился на уцелевшем участке, из-за чего удалось избежать печальных последствий. Подобные фотографии с деревьями уже все мы видели, а вот падающие на авто баскетбольные кольца – это уже что-то новенькое. И еще одна фотография о важности защиты. Будь то строительные работы или даже спорт, вместо серьезной травмы девушка отделалась небольшим ушибом. Не только телефоны способны защитить жизнь человека, но и обыкновенные плееры тоже, например, как этот айпод, который спас своего владельца от пули. Водитель не справился с управлением в повороте на загородной дороге, которую не почистили от снега, и ему чудом повезло не въехать в гидрант, который находился на обочине. Неизвестно, как этот кусок арматуры оказался на проезжей части, но всем, кто находился в автомобиле, повезло, что стеклу удалось остановить ее. Какова вероятность того, что ключ упадет именно так, и к тому же не отскочит при падении, а останется спокойно лежать? По традиции, вначале была сделана фотография. В турецких СМИ большой резонанс вызвала фотография чистильщика обуви, бежавшего из Сирии, который завороженно разглядывал спортивный зал. После этого владельцы клуба подарили парню пожизненный абонемент. Инвалидная коляска Бена Карпентера однажды застряла в решетке радиатора фуры, когда авто случайно его задело, но водитель этого не заметил и проехал с Беном достаточно много времени, пока его не остановила полиция. К счастью, после такой поездки пострадало только кресло. Девушка застала такую картину, когда вернулась домой после рабочего дня. Приди она чуть позже, и беды нельзя было бы избежать. Одному человеку в печенье с предсказаниями попалась бумажка с текстом «Вас будут преследовать неудачи в вечность». Но в следующем печенье была фраза «Игнорируйте предыдущее предсказание». Владелец этого кота вовремя заметил его на плите. В противном случае ему бы еще долго пришлось жалеть о том, что он включил плиту, не обратив никакого внимания на животное. Эта девушка увидела в интернете объявление о продаже велосипеда, который у нее украли на днях. Встретившись с продавцом, она попросила прокатиться, и, как вы уже могли догадаться, просто уехала домой, угнав свой велосипед обратно. Фермер Клифф Янг выиграл сверхмарафон длиной в 864 км в 1983 году, потому что не знал, что во время забега можно было спать. Призовой фонд составлял 10 тысяч долларов. «Я получила в свое распоряжение целый самолет, когда случайно забронировала билет на рейс, предназначенный для перевозки экипажа», — поделилась девушка со своими друзьями в соцсети. Всем пришедшим на это мероприятие сказочно повезло, что молния ударила в дерево, а не в любой другой объект на стадионе, в который она без труда могла попасть. Вам тоже вспомнился Робин Гуд? Видимо, тот, кто метал дротики после первого промаха, заявил, что он это сделал специально, а в доказательство промахнулся мимо мишени второй раз, попав при этом точно в первый дротик. Безответственный перевозчик, который плохо закрепил свой груз, стал виновником этой ситуации. Огромный диск пилы вылетел и разрезал капот ехавшего позади пикапа. Но при этом дальше капота диск не продвинулся, а водитель и все пассажиры остались невредимы. Вы не поверите, но эта девушка нашла своего кота спустя 18 дней после торнадо в груди мусора, на месте которого раньше был ее район. По лицу хозяйки понятно, насколько она была счастлива. Пример того, насколько важны средства защиты во время любых работ. А ведь не будь этих очков на лице, то огромную скобу ничего не смогло бы остановить. Один автосалон в Новой Зеландии опубликовал объявление на 1 апреля о том, что тот, кто придет к ним в салон первый, получит ключи от нового авто в обмен на старое. Шутке поверила одна единственная девушка, Тиана Марш, которая и выиграла новенький БМВ. Еще один везунчик, которому удалось избежать серьезной травмы после того, как он наступил на доску, прошитую саморезами насквозь. Они хоть и впились в обувь, но не смогли пройти через всю толщину подошвы. Знакомая ситуация. Парень успел извернуться таким образом, что его мороженое, купленное в Макдональдс, оказалось снаружи рожка, но не упало на пол или, что еще хуже, одежду. У автора фотографии выскочил из рук этот рулон туалетной бумаги. Но, к его счастью, бумага, проскакав по ободку, удачно припарковалась на этом месте, а не улетела внутрь унитаза. И еще одна ситуация из разряда «Такое случалось с каждым». Вот только на этот раз удача оказалась на стороне человека, который это ел, ведь ложка остановилась в каких-то миллиметрах. Именно так выглядит лицо ребенка, который выиграл тысячу билетов в парке развлечений. В этот день ему определенно было чем похвастаться перед друзьями, которые сильно позавидовали. От пожара владельца ноутбука спас только стол. Все дело в том, что деревянный стол лишь по краям, а его центр из стекла, которое не позволило ничему загореться, когда это произошло с кабелем. Вы просто взгляните на довольную мордочку этого кота. Не думаю, что он был таким же довольным, если бы ему все-таки удалось опрокинуть кормушку, ведь это бы точно не обрадовало хозяев. Эту банку колы удалось вовремя достать из машины. Посмотрите на то, как она уже вздулась, и задумайтесь, что могло произойти, если бы газировка дальше лежала на солнце внутри автомобиля. Вряд ли кто-то ожидает, что при параллельной парковке у позади стоящей машины к переднему бамперу будет прикреплен огромный крюк. Думаю, владелец красного авто был неимоверно рад, когда увидел, чего ему удалось избежать. Вы когда-нибудь наблюдали, как катится монета, упавшая на пол? Владельцу этой монетки пришлось немного понервничать, уронив ее на пол, в котором такие щели. Но все обошлось. Этот смартфон спас жизнь своему владельцу. Один парень решил снять человека, который бегал по улицам с арбалетом. И так вышло, что телефон принял на себя стрелу, выпущенную прямо в голову. Владелец этого фотоаппарата ездил так по городу 20 минут, перед тем, как вспомнил, где он оставил свое устройство. На удивление, камера так и лежала на том самом месте, совершенно невредимая. Этот кувшин зацепился за полочку на дверце холодильника во время падения. Вы верите в то, что такие случайности вообще реальны? Когда удача, твое второе имя, все возможно. Про таких говорят, он родился в рубашке. В этой ситуации какие-то миллиметры отделили мужчину от возможной травмы. Как вообще дротик для дартса полетел в его сторону? Обычная бытовая ситуация, когда что-то падает со стола во время готовки. Девушке сильно повезло, ведь упади нож на несколько сантиметров в другом направлении, то ситуация уже была бы плачевной. Я знаю, что многие из вас хотя бы раз точно проливали что-то на свою клавиатуру. Этот счастливчик разлил свой сок таким образом, что ни капли ни на клавиатуру, ни на сам компьютер не попало. Владелица этого обручального кольца посчастливилась успеть поймать отвалившийся во время мытья посуды камень после того, как она услышала его стука металлическую раковину. Парень спокойно пил газировку в гольфкаре, как вдруг что-то неожиданно выбило у него банку из рук. Вот что он увидел, когда нашел емкость. А теперь представьте, что могло произойти, если бы мяч попал не в банку. Это, конечно, не миллионы, но разве вы не обрадуетесь, если найдете в только что купленном кошельке банкноту, даже если ее номинал будет совсем небольшим? А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.